На сцене народный ансамбль русской казачьей песни «Слобода». Артисты приехали в одну из воинских частей. Здесь проходит реабилитацию после ранения участники специальной военной операции. В праздничные дни в адрес бойцов звучало немало тёплых слов и поздравлений. Мы надеемся, что сегодня доставим прекрасное настроение ребятам, поднимем боевой дух. Конечно же, мы хотим пожелать им скорейшего выздоровления, победы нашей общей. Ансамбль казачьей песни «Слобода» – частый гость на праздниках в воинских подразделениях, госпиталях и учебных заведениях. Своим творчеством артисты не только рассказывают о культуре и традициях казачества, но и воспитывают у молодого поколения любовь к родине. Мы любим своих родителей. Мы преклоняемся перед подвигом наших предков. Мы несем и хотим дать нашим детям, внукам и правнукам всю теплоту, всю любовь, всё то, что нам передали наши предки. Концерт организован по инициативе регионального комитета семей воинов отечества при поддержке Министерства внутренней политики Владимирской области. Организаторы отмечают – поддержка участников СВО и их семей – важная часть работы областного правительства. «Поздравляем бойцов с Днём Великой Победы. Хотим выразить слова поддержки и благодарности за их непростую, но такую значимую для всей страны работу. Это наша гордость и слава. Всем ребятам хочу пожелать поскорее выздороветь и вернуться в свои семьи здоровыми и невредимыми». Военнослужащие получили поздравления не только с Днём Победы, но и с праздником Пасхи. Бойцам привезли куличи, которые специально для них испекли волонтёры. «Подготовили для них пасхальные подарки. Ведь совсем недавно весь православный мир встречал светлое Христово Воскресенье. Мы гордимся каждым участникам специальной военной операции, благодарны им за проявленное мужество. Для нас они все герои». Накануне 9 мая и в праздничные дни концерты для участников СВО и встречи с семьями бойцов прошли во всех муниципалитетах Владимирской области. Татьяна Гордеева и Евгений Адамов.